Мы этот препарат получаем с 2015 года. Официально нам дали инвалидность. Муж Юлии Никитиной болеет рассеянным склерозом. Дорогостоящие препараты получает по соцпакету. Несколько лет назад после улучшения состояния здоровья от лекарств отказались. Но сейчас все аргументы только в пользу соцпакета. Когда действительно прогрессировать стало заболевание, уже действительно поняли о серьезности этого препарата. И уже не стали отказываться. То есть четко все получаем. Около 15 тысяч этот препарат сейчас стоит. У Лилии Закировой муж инвалид второй группы. Ему необходима пожизненная почечная терапия. И он тоже получает по соцпакету. Помимо препаратов на 10 тысяч рублей государство оплачивает посещение центра гемодиализа. Сама процедура, она очень дорогостоящая. Одна процедура стоит около 8 тысяч рублей за одну процедуру. Получается в неделю это три процедуры. И если бы мы были отказниками, то есть вот эта сумма, она покрывает только один сеанс. Программа лекарственного обеспечения льготников работает с 2005 года. И рецепты по соцпакету врачи могут выписываться на любую сумму. При отказе денежная компенсация всего 1011 рублей. Все остальные расходы на покупку препаратов больной берет на себя. Пациент после онкологии. У него был отказ от лекарственного обеспечения. Но пациент перенес инфаркт. И потребовалось назначение дорогостоящей терапии. И приблизительно оценивается до 6 тысяч рублей. Это только одного препарата в месяц. Вот такой пациент вернул эту социальную льготу. По словам медиков, отказники соцпакета часто обращаются с просьбой вернуться к лекарственному обеспечению. Однако сделать можно это только через год. Ухудшение состояния может наступить в любой момент. Рекомендую настоятельно задуматься и все-таки выбрать набор социальных услуг. Последний день подачи заявления 30 сентября. Однако, если до этого житель Татарстана уже выбрал соцпакет или денежную компенсацию и свое решение менять он не намерен, то заявление продолжает действовать.